МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считается нормой. Мраморность кожи, красные пятнышки у глаз и на затылке, пушок на теле, белые точки на носике и лице, которые точно нельзя давить, пройдет само. А вот что неанатолог говорит про желтушность кожи. Желтух новорожденных – это нормальное явление. Часто мы наблюдаем это у детишек до месяца. И на грудном скармливании мы можем это наблюдать даже до двух месяцев. Бывает очень редко, что это превышает два месяца. Но после обследования, как правило, это ничего у ребенка специфичного не выявляет. Это просто особенность маленьких детишек. Не является патологией. Часто у младенцев бывают шелушения и молочные корочки на волосах и за ушками. Но молочко тут ни при чем. Это отмершие клетки кожи, склеенные между собой кожным салом. Малыша они не беспокоят, росту волос не мешают, но очень раздражают мам. Их можно осторожно вычистить, нанести до купания на 15 минут детское масло и мягко вычисать щеточкой. Потом промыть шампунем. Важно не спутать эти корочки с атопическим дерматитом. Атопический дерматит – это особенность кожи, его хроническое состояние. И это, как правило, поврежденная кожа. Сами корочки вот эти желтые, которые часто на волосистой части головы бывают, на бровях вырастают, они не повреждают кожу. Там нет чего-то красного или чего-то сухого, или какой-то шершавой кожи. Это одно из самых главных отличий. Для купания малыша кипятить воду не нужно, даже если пупок еще не зажил. Просто после насухо вытереть пупочную ранку. Добавлять в воду марганцовку, настои трав тоже не надо. Они могут вызвать аллергию и высушить кожу. Нет необходимости купать ребенка каждый день, достаточно просто подмывания. В этом возрасте водные процедуры – это не сколько для чистоты, сколько для закаливания эмоционального и физического развития. Самая частая ошибка – мы слишком высокую температуру для воды выбираем. Это некоторое такое переобдевание. Мы боимся, что ребенку будет холодно, но при этом мы готовы заходить на сторону более горячей температуры. Не очень хорошо для ребенка, он естественным образом начинает орать, потому что ему жарко. Также нет необходимости закрывать ушки младенца ватой и следить, чтобы в них не попала вода. И всегда лучше подмыть ребенка водой, а влажные салфетки использовать в дороге. Как можно чаще устраивайте ребенку воздушные в ванны и меняйте подгузник сразу после дефекации. Я стал чистый. Специалисты рекомендуют детям с рождения или после одного месяца витамин D. Причем неважно давать его утром или вечером, вода или жирорастворимый. Также не стоит переживать по поводу срыгиваний после еды. Скорее всего, это даже не они. Есть срыгивание, которое происходит с помощью мускулатуры. То есть мы видим, что дети вырывают прям. То есть у них выходит, как обычно родители описывают, это выход в фонтан. Если фонтаном не происходит, то это не срыгивание, это мы называем сливы. Это нормально для детей до месяца на каждое кормление. Первые два месяца налаживается лактация, поэтому не стоит допаивать новорожденного водичкой, докармливать из бутылки и предлагать пустышку. Все это может привести к отказу от груди. Если кормить ребенка маме больно и малыш плохо набирает вес, стоит пригласить консультанта по грудному вскармливанию и проверить, правильно ли младенец захватывает грудь. Это идеальный способ для того, чтобы накормить своего ребенка, потому что это максимально хорошо к нему подходит. Крик ребенка – это не всегда крик о голоде. Это может быть указанием на что-то другое. Если ребенок часто кричит, и вы ему предлагаете грудь, например, вы видите, что у него давно не было стула, у него стало меньше выделяться мочи, это может, например, говорить о том, что молока стало меньше. Вот безопасная поза для сна младенца. На спине голова чуть повернута на бок, подушка не нужна. Старайтесь не приучать малыша спать в движении в укачивающем центре коляски или машине. И следите, чтобы он не переутомлялся. Для бодрствования в этом возрасте хватит 40-80 минут. Если малыш здоров и доношенный, выходить с ним на прогулку можно уже в течение первой недели жизни. И к концу первого месяца родители ждет большой подарок – первая улыбка и первая агу. Мы снова в гостях у Ярослава. Ему уже полтора месяца. Он все меньше спит, больше бодрствует, устойчивее держит голову, лежа на животе или на руках у папы. И если его что-то беспокоит, сигнализирует громким криком. Пока это его единственный способ общаться. Если ребенок к соске привык, если это не мешает грудном скаре, то можно использовать соску. Если соску он не любит, то можно отвлекаться какими-то яркими звуками или цветом. Или я обычно для себя выбираю просто посвистеть немножечко. И всякие погремушки тоже помогут делу. Малыш будет лучше себя чувствовать, если вокруг него нет резких звуков, яркого света и сильных запахов. Важно не грузить кроху лишним вниманием. И обеспечить все условия для крепкого и восстанавливающего сна. Температура воздуха около 22 градусов. Влажность не ниже 30%. Если воздух сухой, становится сухой и кожа. Носик плохо дышит. Ребенок начинает меньше спать по времени. То есть общее количество сна его уменьшается. И родители часто не обращают внимания, что днем он может продолжать такое же количество часов высыпать. А тот вот дефицит сна, который возникает со временем, потому что они все более и более активно, приходится на ночь. И они сводят в ма. Здесь нужно просто помогать ребенку отрезать часы сна днем и переводить их в ночь. И желательно это делать всегда циклами. Циклами. Цикл у ребенка 40-60 минут. Чаще всего это 40 минут. Если будет отрезать от того сна у ребенка 40 минут, он сам себе его прибавит ночью. Пришло время первой зарядки. И тут главное правило без фанатизма. Меняем положение тела ребенка. Пусть полежит несколько минут на спинке, затем на животике, на бачке. Переворачиваем плавно, а если плачет, переносим упражнения на завтра. До 6 месяцев мы не рекомендуем какие-либо игрушки или вообще предметы. Кроватик, где спит ребенок, потому что он еще нормально не умеет управлять своим телом и окружающими предметами. Игрушки над ним можно, но не очень близко, потому что ребенок не фокусирует. Они дальнозоркие. И для того, чтобы сфокусировать на предметах, которые у них здесь вот рядом, они обязаны косить. Теперь переходим к массажу. Выбираем время, когда и ребенок, и родители настроены на общение. Кладем кроху на колени и начинаем с ножек. Теперь по кругу массируем животик, а после можно пробежаться по нему кончиками пальцев. Массируя грудь, совершайте разглаживающие движения от центра к бокам и обратно. В последнюю очередь массируется спинка и ягодицы. Это совершенно достаточно. Этот массаж не воспринимается как какая-то медицинская часть. Он воспринимается как контакт мамы с ребенком, который важен. Он происходит намного более крепко в этом случае. И специальный человек вместо мамы такого не сделает. Игры с погремушками полезны для развития. Пусть разные, но нерезкие звуки приближаются и отдаляются. Но больше всего малышу нравится, как звучит мамин голос. И ему будет проще воспринимать гигиенические процедуры, если родители сопровождают их нежными потешками. От водички от водицы, все улыбками искрится. От водички от водицы, веселить цветы и птицы. Я их умывается, солнце улыбается. Кстати, о гигиенических процедурах. Ватные палочки не предназначены для чистки носика и ушек младенца. Допустимо использовать детские палочки с широкой головкой. Самый безопасный вариант – скрученный из ваты жгутики. Достаточно помочь ему разбавить слизь, эту фукую, физраствором. Если вы закапаете 2-3-4 капельки в нос с какой-то периодичностью, то эта слизь сама уйдет, ребенок сам ее прочихает, прокашляет и проглотит. Непростой период этого возраста – колики, но его придется просто пережить. Малыш беспокоится, сучить ножками, может кричать в течение нескольких часов. Лучшее лечение – терпение родителей. Продолжаем выкладывать ребенка на живот на твердой поверхности, начиная с нескольких минут и каждый раз увеличивая время. Конечно, лучше не делать это сразу после кормления, нужно подождать 15 минут. Это простое упражнение укрепляет мышцы, помогает учиться держать голову и не дает деформироваться черепу. Ярославу уже третий месяц и теперь он похож на сладкого пупса. Щечки и другие части тела заметно округлились. Младенческая сыпь прошла, он уже даже агукает с родителями и осваивает новые навыки. Агу, агу, агу. С двух до трех месяцев у ребенка появляется навык лучшего слежения за окружающими предметами. Как раз для этого мы с двух месяцев советуем родителям выкладывать ребенка на твердое. Они начинают учиться, отталкиваться от твердой поверхности. Они не обязательно достигают вот так, как они хотят, но они очень много пытаются и тем самым они как раз обучаются науку переворотов. К трем месяцам у большинства детей заканчиваются колики и всем становится легче. Мама и папа выдыхают, крики прекращаются. Так что осталось подождать еще чуть-чуть, скоро пройдет. И всех родителей волнует, в норме ли рост и вес малыша. По русским стандартам это 800 грамм в месяц, по международным это 600. Но мы подходим к этому немного по-другому сейчас. Если ребенок не срыгивает, если у нас нет, у нас постоянно есть выделение стола, выделение мочи, мы к весу особо не пристаем. И мы, как правило, оцениваем просто какую-то динамику, ребенок прибавил и отлично. С двух месяцев уже можно убирать горку или гамачок и начинать купать малыша в большой ванной в малой воде. Наливаем в чистую ванну воду примерно по уровень ушек малыша. Так, чтобы они под водой скрылись, это не опасно. Ушек детей очень-очень узкие проходы в этот период. И сера, она является гидрофобным соединением, и оно, как правило, отталкивает воду. И здесь в уши заливается вода, ну, с большой сложностью, если только и произойдет. Но даже если там будет вода, опасности для ребенка это не представляет. Можно ходить сразу гулять. На дне пеленка или мягкий коврик, хотя это не обязательно. И рядом стул для папы. Теперь ему не придется стоять над малышом с полусогнутой спиной. Полезно тем, что полное тело погружается, мышцы по-другому себя чувствуют. Насколько полезно это с научной точки зрения, у нас данных нет. Но мы всегда полезность ощущаем через улыбки детей, которые купаются в этих больших ваннах. Готовим малыша к ползанию упражнениями на фитболе. Этот тренажер обязательно должен быть в доме младенца. Оптимальный диаметр 65 сантиметров. Он будет удобен большинству родителей. Матовый, чтобы малыш не скользил. Стелим под мяч мягкий коврик или ставим его на кровать. Малыш в одном подгузнике без пеленки. Начинаем заниматься. На фитболе можно заниматься, но без фанатизма, потому что это, как правило, нагружает одну группу мышц. Ребенок, когда он пробует изучать свой новый навык в плане переворотов, о котором мы говорили ранее, он использует больше групп мышц. Малыш все еще много спит. 10-12 часов ночью и 5-6 часов днем. Обычно это 3-4 дневных сна. Между снами уже может выдержать промежуток около часа. В это время нужно отвечать на его эмоции, гулить в ответ, разговаривать эмоционально, почаще брать ребенка на руки. Во время бодрствования меняйте позу ребенка, выкладывая его на живот, на бок, на спинку. Среднестатистически мне и любому педиатру звонят с 2,5 до 3 месяцев в первый раз, когда в таком вот состоянии упал ребенок. В этом возрасте малыш начинает у груди беспокоиться, чему есть логичное объяснение. Теперь его отвлекают звуки, которые он слышит, поэтому от груди он и отрывается. Еще одна мамина тревога, кажется, стала меньше молока. Это начинает пугать. Она думает, что к моменту кормления у меня нет молока, у меня пустые груди. И они об этом сильно беспокоятся, но при этом кормление все равно происходит. Дело в том, что у нас уже предвыработка молока происходит значительно-значительно меньше. У нас начинаются приливы после присоединения ребенка к груди. И мама начинает выделять просто то порцию количества молока, пока ребенок сосет. Идеальное вообще сочетание выработки молока и потребностей ребенка. Свежачок просто. Необходимо знакомить ребенка с разными звуками. На ножку или ручку можно надеть браслетик с бубенчиками. Двигаясь, малыш будет слышать звуки. И показывайте крохи черно-бело-красные картинки на расстоянии 20-25 сантиметров от его лица. Перемещайте вправо и влево, чтобы малыш взглядом прослеживал движение. Это снова Ярик. Ему давно уже исполнилось три месяца, идет четвертый. И сейчас его любимая поза – лежать на спине с поднятыми вверх ногами. Это положение очень важно для появления нового двигательного навыка – поворота на бок. Малыш лежит, потом роняет ножки в сторону, при этом вслед за ножками поворачиваются и плечики, а на ручку он скоро научится опираться. Стоит ли учить ребенка переворачиваться на бок? Я считаю, в этом большого смысла нет, потому что навык дети все равно приобретают лучше, если им не помогать. Здесь вы можете, конечно, перекладывать ребенка, помогать ему немного, ручки ему тянуть или ножки как-то забрасывать. Но в любом случае это не играет такой роли в получении навыка, но это зато отличное взаимоотношение между мамой и ребенком. Малыш все более осознанно координирует свои действия. Он изучает свое тело и уже понимает, что у него есть рука, вторая рука и рот – место, где руки встретятся. В руки ему можно давать ткани разных фактур, например, махровое полотенце, а потом шелковый платочек. Если качать пресс, помогает ли ребенку сесть? Смысла в этом большого нет, хотя дети выглядят очень благодарными, когда их поднимают за ручки, и они получают то, чего они хотели. Они хотят вертикализироваться. На их сиденье не будет происходить быстрее, если вы будете помогать ребенку садиться. Где папа Ярослав? Ищем папу, ищем папу, ищем папу. Играйте с малышом в прятки, когда одеваете его после купания. Закройте свое лицо руками или краем пеленки, затем откройте и скажите «ку-ку». Подуйте на ручки, животик, лицо ребенка сначала легко и нежно, затем более интенсивно. Это развивает тактильную чувствительность, и малыш продолжает изучать свое тело. Профилактический массаж для ребенка до года жизни большого смысла не имеет. Здесь это такая глубокая наша историческая, почти религиозная составляющая. Мы обязаны сделать ребенку массаж для его развития, но на самом деле не должны. Получается, профилактический и общеукрепляющий массаж здоровому ребенку не нужен. Он ничего не укрепляет и ничего не профилактирует. Чрезмерные усилия массажиста могут повредить хрупкие кости и суставы, сбивается режим, ребенок боится и плачет. Другое дело – массаж, который делают родители. Это приятно и полезно для всех. Что делать, если малышу в квартире жарко, а кондиционер включить страшно? Здесь очень важно не выключать кондиционер, потому что прохлада – это хорошо. Желательно, чтобы вокруг ребенка температура была не больше 24 градусов. Поэтому здесь не пугайтесь, никого не наветрило, никогда не обветрило. Это по большей части совпадение с другими ситуациями. Самодельная игрушка для малыша – носочки с пришитыми бубенчиками. Только нужно пришить покрепче, чтобы не оторвались, а можно и внутрь носочка положить. Малыш болтает ножками и развлекает себя новыми звуками. Если что-то начинает смущать или что-то как-то происходит не так, как обычно, если видите какие-то серьезные изменения, то можно обратиться к врачу. А так специально понять, что он там здоров, не надо. Он будет просто есть, пить, веселиться и иметь свою дневную активность, как обычно. Они все меньше и меньше будут спать. В три с половиной месяца Ярик начал переселяться на пол. Да, там сквозняки и негигиенично, но родители решили этот вопрос с помощью специального коврика. На нем тепло и чисто. А игрушки рядом побуждают поскорее научиться ползать. Пятый месяц пошел нашему малышу Ярику. Он тянет руки к игрушкам, ощупывает предметы, поворачивается со спины на бок и на живот. Подолгу гулит. Хорошо сосредотачивает взгляд на лице взрослого, поворачивает голову и следит за движениями родителей. Салфетки мы будем. Прятки и ку-ку – игры, которые подойдут малышу 4-5 месяцев. Вот Ярик любит, когда его щекочут, в ответ он смеется. Для развития сенсорных ощущений можно вкладывать в ручку ребенка предметы разной температуры, гладкости и мягкости. Но следить, потому что, скорее всего, потянет в рот. Нужно ли обрабатывать или дезинфицировать бутылочки каким-нибудь особенным способом? Нет, не нужно. И, в принципе, и раньше не надо было. Дело в том, что эта грязь, те бактерии, те микроорганизмы, которые живут у нас дома, они не могут причинить вреда ребенку. Продолжаем упражнение на фитболе. Он отлично тренирует вестибулярный аппарат. Важно правильно располагать ребенка на мяче во время занятий. Не держите его за стопы и кисти рук. Стучим в барабан, а потом катаемся вперед-назад и по кругу. Какая цель у прикорма? У прикорма цель – познакомить с новой едой, а не обязательно кормить. До года ребенок все равно потребляет достаточно много калорий из той пищи, которую он до этого ел, смесь или молоко. И с 2019 года у нас изменилась концепция по вводу прикорма. Мы начинаем вводить ее с 4 месяцев благодаря новым исследованиям. Учим малыша различать звуки. Голос мамы и папы он уже хорошо знает. Теперь можно включать разную музыку. Нежную перед сном и веселую, когда кроха бодрствует. Если прикорм начинается с 4-5 месяцев, то стоит начинать с овощей или фруктов в пюреобразном состоянии. Остальной вид прикорма мы обсудим чуть позже. Все предметы, которые попадают в грудничку, он старается засунуть в рот вместе с руками. Препятствовать не стоит. Это важный момент исследования обстановки и собственного тела. Когда ребенок готов к прикорму? Тогда, когда он проявляет свой пищевой интерес, он смотрит на еду и может даже тянуть эту еду в рот. А также, когда он не выталкивает языком ту ложечку, с помощью которой вы его кормите, проглатывает еду и открывает рот, когда вы подносите новую порцию прикорма. Лежа на животе, Ярик поднимается и хорошо удерживает голову. Опирается на согнутые в локтях руки. А папа кладет рядом игрушки, чтобы малыш выводил ручку вперед. Это движение скоро пригодится для хватания и ползания. В этот период дети особенного беспокойства обычно не вызывают. Они в этот период те навыки, которые они сейчас уже имеют, держать голову, пробовать переворачиваться, брать предметы в рот и свои кулаки в рот, они в них мастерски усовершенствуются. Если в положении на спине грудничок начинает качать пресс, это не значит, что он вундеркинд и так рано стремится сесть. Он хочет расширить обзор, смотреть по сторонам. Поэтому, чтобы все было видно, кладите его на живот. Ярику пошел шестой месяц, и в этом возрасте уже могут начать прорезываться зубки. Это больно. Чтобы понять, что испытывает малыш в этот период, можно вспомнить ощущение, когда растет зуб мудрости. Прорезывание зубов и выделение слюны, которое у детишек наблюдается в одни и те же периоды, это часто совпадение. Потому что слюна выделяется, потому что активируются слюны и железы, и они работают. А зубы, они прорезываются сами по себе. Родители часто связывают это два явления, но это на самом деле разные истории. Зубы могут прорезываться уже начиная с двух-трех месяцев, и может это быть неприятно для ребенка, и может продолжаться это достаточно долго. Чтобы облегчить боль при прорезывании зубов, можно использовать лекарственные и нелекарственные методы. Нелекарственные – это резиновые и силиконовые игрушки, которые можно держать в холодильнике и давать малышу почесать и охладить десна. Не у всех детей прорезывание зубов связано с какими-то негативными моментами. Но у тех, у кого это связано, можно использовать жаропонижающие средства, такие как ибупрофен или парацетамол, для обезболивания. В случаях каких-то гелий можно использовать гелий желательно без ледокаина, потому что с ледокаином у нас есть некоторые проблемы в плане побочных эффектов. Гелий или мази действуют недолго, быстро смываются слюной и проглатываются. А еще в их составе есть ледокаин, который считают опасным для здоровья ребенка до 6 лет. К тому же велики риски передозировки. Гелий для прорезывания зубов, содержащий ледокаин, могут приводить к каким-то сильным аллергическим реакциям. А на основе трав они могут вызывать аллергию. Но в большинстве случаев они, конечно, ничего не вызывают. Но я, как педиатр, никогда никому не советую для прорезывания гелий. Ярик любит смотреть по сторонам. Потолок ему давно не интересен. И его любопытство нужно поддерживать. Положение полусидя дает больше возможностей для изучения окружающего мира. А значит, уже можно усаживать в автокресло, подходящее по возрасту. Ранее мы говорили о сне в двухмесячном возрасте. Сейчас стоит повторить, потому что это достаточно актуально. Если вы проводите ночь с ребенком такую сложную, когда он может не спать или активничать, то вы, как родители, совершенно спокойно можете ребенку дать поспать тогда уж днем, если он ночью не выспался. В этом случае он начинает высыпать больше днем и меньше начинает высыпать ночью. Это приводит к порочному кругу. И он начинает вам каждую ночь примерно так себя вести. Для этого есть куча калькуляторов сна, которые вы считаете, сколько часов ребенок спит и бодрствует. И от этого понимаете, где больше расположено часов сна. Самая большая мечта родителей Ярика, чтобы он спал всю ночь и не просыпался до перекусов. Для этого нужно разорвать связку, кормят, засыпают. И научить малыша уходить в сон без помощи груди или бутылки. Есть еще один прием – укладывать кроху в мелатониновое окно. А оно с 6 до 8 вечера. Если в это окно ребенка укладывают на ночь, то более вероятно он проспит больше времени, нежели укладывать его раньше или позже. У пятимесячного Ярика есть все условия, чтобы научиться ползанью. Игры на животе и коврике помогают натренировать мышцы рук, ног и спинку. А значит, скоро появятся полноценные четвереньки. В этом периоде детишки начинают тренироваться, садиться. И некоторые уже даже могут и сидеть. И когда они это делают, вы можете им несколько помогать тем, что вы можете высаживать их уже не совсем горизонтально, а полусидя. Им это поможет видеть больше и тренироваться в приседах немного более эффективнее. А еще у Ярика появился пищевой интерес. Он внимательно следит за всем, что едят родители. А значит, в следующем месяце начнем подробно говорить про прикорм. Не пропустите! Ярику уже полгодика, и с каждым днем малыш становится все активнее и подвижнее. Он уже полностью созрел к прикорму. Не смотрим на наличие зубов, ориентируемся на пищевой интерес. Если ребенок следит за едой, которую едят родители, и тянется к ней, можно давать пробовать мягкие кусочки. Каша или овощи? Решает каждый родитель по-своему, если нет каких-то обязательных указаний от врача-педиатра. Бывают детишки, у которых может вес отставать, и педиатр советует кашу вводить. Если вес не отстает, то можно овощи вводить. Каша – это более калорийный продукт, овощи – менее калорийный продукт. Также каши могут вводиться раньше, для того, чтобы мама смогла, если она кормит грудью, какое-то кормление, заменить кашей, потому что овощами заменить это кормление будет сложно. На пробу даем еду кусочками не для того, чтобы накормить, а чтобы ввести побольше новых вкусов. Прикорм с родительского стола – лучшая идея. Но только в том случае, если еда в тарелках мамы и папы не жареная и без специй. Как готовить? Варить, а потом в блендере разминать или вилкой разминать? Это зависит от того, какой временной промежуток сейчас у ребенка и какие у него уже есть навыки. Если ваш ребенок с 4 до 8 месяцев, то, вероятнее всего, лучше всего подойдет здесь пюреобразная еда, которая дополнительно отблендеренная. Если ваш ребенок уже сидит, он уже до этого пробовал какую-то пюреобразную еду из блендера, и тут вы можете попробовать уже давать комки из положения сидя, которые начинаются с того, что родители используют вилку для того, чтобы помять тот же мягкий банан, для того, чтобы там появились какие-то комочки. Причем они все равно достаточно мягкие. Теперь прикорм постепенно начинает замещать кормление грудью или смесью. И сейчас самое время начать приучать малыша к режиму питания. Раньше он ел молоко из груди или бутылки по требованию, пюре и кашу можно давать по часам. Желудочный сок будет вырабатываться вовремя, а новая еда лучше перевариваться и усваиваться. Если ребенок ест только грудь и ест только смесь, и на прикорм не обращают внимания, даже в том возрасте, который мы сейчас обсуждаем, то в этом нет ничего опасного. Это может проявляться индивидуальный пищевой интерес. Самое долгое ожидание появления пищевого интереса в моей практике было 9 месяцев. Когда появление пищевого интереса задерживается, мы можем проверить на железодефицитную анемию или какие-либо другие нарушения, но если ребенок в целом совершенно здоров, нормально прибавляет, и у него нет каких-то заболеваний, то мы совершенно спокойно ребенка оставляем продолжать, если то, что он хочет, и периодически раз в две недели предлагать ему новую еду. Осень на улице прохладно, но сокращать количество и длительность прогулок не стоит. Пока вы катаете малыша в коляске, хорошо проветривается квартира, и свежий прохладный воздух поможет укрепить иммунитет. Будет рекомендации совершенно скучные. Это свежий воздух, это сбалансированное питание и хороший сон. В принципе, больше ничего сделать для того, чтобы укрепить больше иммунитет, тот, который есть, или сделать его таким, как у взрослых, мы не можем. В шесть месяцев Ярик получил третью прививку от гепатита Б, коклюша, дифтерии, столбника и полиомиелита. Следующая вакцина будет в девять месяцев от Минингокока. Если полетел график прививок, то что нужно делать? В первую очередь нужно понимать, что ничего страшного не происходит, вы можете совершенно спокойно все наверстать в том режиме, в котором вам напишет врач. Есть некоторые вакцины, которые со временем, с возрастом, они начинают делаться по другим правилам. Они делаются меньше уколов, поэтому это действие, это составление графика должен сделать специалист, который указывает вам, согласно возрасту вашего ребенка, когда вам стоит прийти, какое время для того, чтобы сделать те или иные вакцины. Поэтому здесь вот как-то наверстать самим или придумать какое-то дело, к сожалению, не получится. Нужно через специалист. Для Ярика и всех малышей в его возрасте важно, чтобы их не ограничивали в передвижениях. Поэтому, чтобы не дергать кроху бесконечными туда нельзя, просто уберите с пола все хрупкие опасные предметы. А вместо запретов дайте больше восхищения и похвалы. Для того, чтобы ребенок двигался больше, его можно почаще оставлять одного, для того, чтобы он играл со своими игрушками, у которых он там часто, они заинтересовываются. Они начинают их по-разному совершенно использовать, до них как-то добираются по-своему, пробуют какие-то новые тактики. И это самый лучший способ развития, когда мы детям предоставляем самостоятельное дело. Ярику 7 месяцев идет 8-й. Он ловко для своего возраста ползает, но пока еще самостоятельно не садится. Это не повод для переживаний. По нормам навык садиться и сидеть без поддержки может появиться в промежутке от 4 до 9 месяцев. Поэтому не стоит его торопить и тем более усаживать намеренно. Мы не сторонники форсировать развитие ребенка, потому что каждый ребенок, он по-разному развивается. И считается, что если он владевает таким-либо навыком, он готов к этому всецело. То есть его связки, мышцы, кости готовы и проводящаяся система нервная. А если мы их высаживаем раньше, значит, мы, возможно, перегреваем что-то, что не готово к этому времени. Также есть отдельная история про ходунки. Ходунки, в которых усаживаются дети, это на самом деле небезопасно. И это неоднократно уже было доказано другими детьми в других странах. И в некоторых странах запрещены ходунки вообще совсем. И это плохой подарок, если вам его подарили. Не надо никому передаривать, просто его сожгите. Раз уж заговорили о моторных навыках, озвучим допустимые окна их появления. Стоять с поддержкой малыш может научиться с 5 до 11,5 месяцев. Ползать с 5 до 13,5. Мы стимулируем ползание ребенка, и он сам дальше выбирает, по какому пути он будет развиваться. Как правило, дети могут выбрать больше интереса к вертикализации. Тогда они могут меньше тратить время на ползание и больше переставать или сидеть. Мы этим управлять не можем, и здесь польза от ползания, она всегда очевидна. Человек больше познает окружающий мир, что состоит в некоторую небезопасность. Но в целом это совершенно нормально. Родители Ярика не спешат с высаживанием на горшок, потому что учить этому навыку ребенка до полутора лет бессмысленно. Мышцы и нервы, позволяющие физически контролировать мочи и спускания, полностью сформируются в 18 месяцев. До этого времени это можно просто человеку с ним знакомить, как с игрушкой, потому что он не будет понимать, как это нужно писать или что-либо делать. Писать мне там или как-то не в горшок – это социальный навык, и поэтому ребенок не будет вообще очень долго понимать, почему ему нужно снимать памперс. Ему же удобно пописать в памперс, почему он должен сесть и покатать вот в эту игрушку. Общение с малышом сейчас происходит через звуки, которые произносят взрослые, поэтому близость очень важна. Рассказывайте крохе обо всем на свете, когда держите его на руках. Показывайте и называйте все, что встречается вам на пути. Можно уже начинать изучать части тела, показывая их на малыше или на мягкой игрушке. Еще игра, в которую можно играть лежа на полу и развивать координацию движений. Покажите малышу, как можно притянуть к себе игрушку за привязанную к ней веревочку. Развивающие игры в этом возрасте у детей, как правило, они сами себе устраивают, они могут какими-то сортерами баловаться, но, как правило, они не сообразят, что с ними надо делать. Классная игрушка – это бизи-борд, который можно соорудить своими руками, главное, без мелких отрывающихся частей. Тогда, когда они на дощечке, на которой присоединены многие разные проводки или розетки, они свой интерес в последующем, в будущем теряют к некоторым вещам. Ярик уже быстро переворачивается и перемещается по квартире ползком, а значит, его больше нельзя оставлять на диване, кровати или пеленальном столе даже на минутку. Есть большой риск, что упадет. Если ребенок падает, а это бывает достаточно часто в жизни педиатра, в родительской жизни бывает вообще не реже, и у ваших друзей, в оси дети достаточно регулярно падают, здесь нужно несколько правил знать. Если ребенок упал, и у него там была потеря в сознании, или в судороге, или вы увидели кровь из носа, или он какой-то излишне сонливый, или он начинает сразу тошнить, то это зварит знак того, что нужно ребенка отвезти в травку, показать врачу, для того, чтобы он это посмотрел. Последний человек, который может ответить окончательно на вопрос «все ли в порядке?» – это не реферург, который, как правило, сидит в каком-нибудь центральном травку, он не сидит в каждом. И здесь вам нужно понимать, если дело серьезное, то лучше сразу выбирать какую-то больницу, а не травку, который может быть поближе, но он небольшой. Малыш много времени проводит на полу, и, конечно, ползать по-чистому приятнее, чем по крошкам. Тем не менее, тратить последние мамины силы на стерильную уборку с химией не обязательно. Иммунитет ребенка способен справиться и с пылинками, и со сквозняком. Кто делает ножика, а? А если собираетесь на улицу, не забудьте намазать щечки малыша антиморозным кремом, лучший в составе которого стопроцентный ланолин. Ярику уже девятый месяц, и можно смело сказать, что он сам заработал свой навык вставать и стоять у опоры. Подползал к дивану и поднимался без помощи взрослых, и теперь ходит приставным шагом. Новый навык. Единственное, что я обязательно вас о чем уберегу, когда ребенок будет тут вдруг нарушено падать или подскальзывается, не надо выдергивать его, потому что у них есть там определенная связка, которая еще не готова к таким вот резким подниманиям. Продолжаем мотивировать Ярика ползать на четвереньках, и сегодня пробуем новую игру. Туннель из коврика. В этом возрасте, да и вообще в детстве, очень важно много двигаться. Работают ножки и ручки, укрепляются мышцы, развивается мозг. Здесь мы можем только заинтересовать ребенка какими-то определенными предметами или определенными занятиями, чтобы они туда передвигались для того, чтобы было интересно добраться до туда. И это мотивация, создать мотивацию, это будет лучшая какая-либо помощь. В этом месяце Ярик стал хуже кушать. Точнее, его теперь интересует только родительская еда. Видать, детские пюрешки надоели. Нужно же где-то применять два новеньких зуба. Это вещь в организме, на которую мы никак не можем повлиять вообще, даже лекарства. Здесь нужно сказать очень важную вещь. Полный ребенок или большой ребенок, это не значит, что он здоров. А значит, что он здоров, если он прибавляет так, как он должен прибавлять. Нужно помочь зубкам Ярика безболезненно прорезаться. Для этого можно делать массаж десен чистыми пальцами. И предлагать охлажденные силиконовые прорезыватели. А вот охлажденные куски фруктов могут быть опасны. Большой риск откусить кусок и подавиться. При появлении первых зубов, сразу после того, как они прорезывались, за ними нужно ухаживать. Их нужно чистить специальными пастами для детей. Четко убирать, на самом деле, не принципиально какую. Вы можете на пальчиковую или прям ту настоящую, которую мы используем уже во взрослой жизни. Но пасту нужно выбирать со фтором, если вода не фторирована. И без фтора, если вода в том регионе, в котором вы живете, имеет фтор. Если малыш уже самостоятельно садится, ему доступны игры, в которые можно играть на полу или за столом сидя. Пирамидка, кубики, коробки. Но не ждите какой-то осознанной стройки. В этом возрасте папа строит, малыш рушит. И это полезно для формирования причинно-следственных связей. Это уже десятый месяц Ярика. Все, чему научился в девятом, он теперь делает дольше, чаще и быстрее. Включает сам себе музыку, ищет маму или папу, если хочет что-то попросить, обзавелся третьим зубом. Что делать, если малыш научился сидеть сам, но сидит с круглой спиной или ножки у него поджат назад? Это вредно? Если у малыша спина круглая, то он, как правило, себя еще придерживает рукой. И то давление на позвоночник, которое не совсем рационально должно оказываться в это время, а ребенок сам его контролирует и сам снимает излишнее давление. Ему в этом помогать не надо, и здесь никакой опасности для него нет. Также, если он поджимает ножки под себя, мы, во-первых, не сможем так легко переучить детей, чтобы они этого не делали. И, в принципе, это для них тоже достаточно физиологичная поза в этот период. То есть каких-то противопоказаний строгих от этой позы нет. Вы сами видите, с какой скоростью Ярик перемещается по квартире. У него уже даже личный транспорт имеется. А это значит, он уже вполне способен незаметно пробраться к шкафчику и открыть тот, где лежат документы или химия. Такие бутылочки всегда яркие и просто манят всех детей. Химические средства, они должны храниться в шкафах, которые закрыты на какой-либо замок, с которым не может справиться ребенок. На рынке их достаточно много. И в то, чтобы эта химия была бы в недосягаемости. Очень и очень высоко. Не так вот, чтобы ребенок смог поставить стул и дозу добраться, а вообще не смог бы никоим образом оттуда добраться. Кроме химии еще нужно обязательно спрятать маленькие предметы, которые могут попасть в дыхательный пути ребенка. Это какие-то подделки, или бывают маленькие миниатюры, или игрушки, или что-то стоящее на комоде у нас. Оттуда могут отделяться маленькие вещи, которые должны быть безопасны и должны находиться тоже достаточно далеко. У Ярика уже появились предпочтения в игрушках и в людях. Кстати, детская застенчивость и боязнь чужих людей природой не зря задуманы. Это защитный инстинкт. Он для того, чтобы ребенок слушался только своих, только безопасных взрослых. Если человек редко приходит, то его привязать почти невозможно. Возможно только привязать того человека, который приходит часто. У детей совершенно разнообразные способы знакомиться и совершенно разнообразная дистанция между людьми. Мы это настроить не можем. Кто-то природно боится всех. Кто-то природно боится даже близких родственников, которые могут появляться регулярно, но не на постоянной основе они живут дома. И это особенность и наше разнообразие человеческое. И в этом нет ничего плохого. Для того, чтобы это настроить как-то лучше, нужно просто, чтобы человек с большой регулярностью погулялся рядом с ребенком. И чтобы это объяснялось ребенку, что он рядом с ним человек, который не представляет для него опасности. Ярик узнает себя в зеркале и даже кортит забавные рожицы, как папа. И игры у него все разнообразнее. Кстати, папа – любимый игровой партнер. Вот это они вместе делают упражнения на тренировку равновесия. На буре качка. Раз. Что делать, если малыш не хочет слезать с рук, а родители уже очень устали его носить? В первую очередь нужно понять, почему ребенок, из какого момента он начал пользоваться такого рода услугами. Во-первых, в принципе, ничего такого сильно плохого в том, что родители вносят ребенка, нет. Но это несколько ограничивает его свободу, как бы это ни казалось странным. Он вроде бы хочет находиться на руках, но при этом он сам меньше может познавать окружающий мир, меньше его ломать, крушить, проверять на какую-то стойкость. Для того, чтобы ребенок слезал с рук, нужно просто понимать, для чего он там находится. Если это для его удобства, или для его какого-то ощущения безопасности, нужно посмотреть окружающую обстановку и выяснить, что может так напрягать ребенка, когда он требует постоянно находиться на руках. Это на самом деле одно из объяснений. Объяснение, почему он находится на руках, огромное множество, но в 10 месяцев, как правило, дети не нуждаются в каких-то специальных уловках для того, чтобы перестать находиться на руках у родителей. Они, как правило, очень и очень глубознательны писания, связаясь с рук и начинают изучать окружающий мир. Детские книжки уже тоже интересны детям в этом возрасте. Хорошо, если картинки будут крупные, реалистичные и на белом фоне. Так малышу будет проще фокусировать внимание и запоминать новые слова и предметы. Как индюк делает? Стандартные рекомендации по поводу речи, они заключаются в том, что мы должны с детьми говорить так, чтобы было понятно, какие слова мы говорим. Паузы между словами, а также хорошо проговаривать слоги. У меня даже сейчас я старался, мне не очень получилось, сделать паузу между словами и представить себе ребенка, который слышит первый раз речь, он ничего не поймет, он даже не разберет акценты. Поэтому здесь важно стандартные рекомендации придерживаться, просто говорить разборчиво и достаточно медленно. Часто родители, возвращаясь с прогулки, трогают носик малыша, и если он холодный, переживают, что замерз. А потом на следующую прогулку кутают еще сильнее. Так вот, чтобы не ошибиться, трогать надо не кончик носа, а переносицу и затылочек. Если они теплые, то все в порядке. Ярику уже 10 месяцев. Он стал еще мобильнее и может спускаться с родительской кровати ногами вниз. А еще вылезать из своей кроватки. А это значит, срочно нужно снять переднюю решетку, чтобы избежать несчастного случая. Должны быть переделаны предметы, мебели, это какие-то шкафы или комоды, должна быть убрана химия, вне досягаемости быть для ребенка или острые предметы. Также сейчас, с учетом теплых дней, должны быть предусмотрены замки на окнах, с помощью которых ребенок не сможет их открыть. То есть окна должны быть не только вне досягаемости, то есть не должно быть стульев, предметов, которые могут подкатить дети или просто то, что рядом заранее стоит. Но еще окна не должны открываться какими-либо способами, то есть там должны стоять замки. Многие здоровые дети в этом возрасте уже просыпаются ночью, чтобы поесть только один раз. И сейчас самое время помочь крохе организовать правильный режим сна в соответствии с биологическими часами. Для этого нужно определить лучшее время для засыпания окно сна и укладывать только в него. И утром не позволять ребенку спать после 7.30. Для того, чтобы понять, сколько ребенок спит днем и сколько спит ночью, есть большое количество приложений, которые можно использовать для того, чтобы посчитать количество сна. Они так называются калькуляторы сна. И вы, когда будете понимать, сколько когда спит ребенок, вы можете этим управлять. Нужно знать одну из основ сна. Мы спим с помощью циклов. Циклы, как правило, на 40 минут занимают. И если мы встаем между циклами, мы чувствуем себя бодрыми, не в зависимости от того, как мало или много мы поспали. А если мы встаем посреди цикла, мы будем в плохом настроении, у нас будет мало сил. На детей сказывается напрямую. Поэтому важно пробуждать ребенка между циклами для того, чтобы он чувствовал себя хорошо. Поэтому для того, чтобы ребенок глубоко и хорошо спал ночью, нужно уменьшать количество дневных снов, дневных циклов. Уже пора отучать малыша от сна в коляске на прогулке. Гуляем, когда малыш бодрствует. Спим дома в кроватке. Важно организовать ритуалы на сон и пробуждение. Хороший момент, чтобы научить кроху самостоятельному засыпанию. Мы живем, как хотим. Мы живем, как хотим. Когда ребенок засыпает или человек засыпает с 6 до 8 вечера, у нас выделяется большое количество мелатонина. Это гормон, который помогает нам хорошо заснуть. И именно в это время наиболее удачно укладывать ребенка на большую часть ночи. Поэтому сон, ночной сон, желательно передвигать к этому времени. А уменьшать количество часов, которые спит ребенок днем, с помощью отрезания вот этих циклов по 40 минут. В жизни Ярика появляются первые правила. Нельзя и можно. И важно на каждый запрет давать альтернативу. Кусать папу за нос нельзя, а кусать резиновую игрушку, чтобы почесать десна, можно. Дети все очень разные. И они требуют достаточно много внимания. И каждый по-своему индивидуально. Кто-то больше требует силу родителей для того, чтобы их уложить спать. Кто-то больше для того, чтобы их покормить. Со всеми вопросами лучше обратиться к педиатру, и он поможет вам выяснить, где вы можете облегчить вашу жизнь с ребенком. Идешь? Ты весь метро, Ваня, ты хороший маль. Иди сюда, иди сюда. Страх незнакомцев и новых мест в этом возрасте на пике. Нормальный этап развития ребенка со временем проходит. Если ребенок плачет, это не значит, что он избалован, это значит, он привязан к своим взрослым. Папа с Яриком играют в прятки, чтобы помочь понять, если взрослый ушел, это не навсегда. Он вернется. Ку-ку. Сеперационная тревожность не требует врачебной консультации с позиции педиатра. Если вы видите, что ребенок сильно ограничивает свое окружение и не привыкает к окружающим, то здесь больше это вопрос к психологу, который поможет семье разобраться в этом. Нужно снять время у вас психологов, они не занимаются обязательно какими-то отхождениями от нормы и больными людьми. Нет, они занимаются с людьми, которым просто можно подсказать, как правильно и более деликатно проводить время с ребенком, так, чтобы он чувствовал себя комфортно и чтобы комфортно чувствовали себя вы. Рассматривайте и читайте книжки, спрашивайте малыша, где кошка? И сами отвечайте, вот она. Теперь спросите, как говорит кошка? И ответьте, мяу. Очень скоро малыш включится в игру и будет показывать животных. и отвечать сам. Вот тебе и занятие по развитию речи. На данный момент у времени ребенка игрушки самые разнообразные уже могут подходить. Но здесь больше будет играть роль, как он с ними коммуницирует. То есть, какие игрушки ему там больше нравится. Здесь уже могут даже появляться какие-то уже социальные модели, когда человек любит там катать куклу или маленький человек любит катать пожарную машинку или видит тракторы. И здесь в этом возрасте вы можете выбрать что-то такое индивидуальное для своего ребенка. Главное, помните просто про безопасность. Не должно быть прям очень маленьких деталей, которые могут отломаться, которые можно проглотить. У ребенка категорически никогда в жизни не должно быть магнитов вот этих из которых люди строят какие-то сооружения. Это супер опасно. У Ярика есть кубики, строить из них он научится позже. А пока он в разрушительной фазе папа строит, а Ярик с восторгом рушит. Двенадцатый месяц нашему Ярику он уже ходит через всю комнату, морщит нос, когда ему что-то не нравится и интересуется взрослыми вещами. Важно одевать малыша в просторную и удобную одежду, чтобы ничего не мешало двигаться так, как хочется. Нормы самостоятельного хождения с поддержкой они очень широкие. И ребенок может стать пойти в 6 месяцев, а также он может стать и пойти даже целых 12 или 13 месяцев. И это будут совершенно одинаковые здоровые дети. Дело в том, что мы все очень крайне индивидуальны. И если ваш ребенок например, не ходит еще в 11 месяцев, который мы как раз обсуждаем, это не значит, что его нужно там мотивировать. Как правило, они выбирают ходить или ползать или каким-то еще делами заниматься исключительно из-за своей вкусовщины. Вы просто оставляйте ее почаще самостоятельными в безопасной среде, и они сами научатся ходить тогда, когда им это покажется наиболее интересным, и будут готовы все связки, кости и мышцы для того, чтобы они встали и пошли. Ярик научился пить из чашки, любит домашний творожок, который готовит ему мама и интересуется едой родителей. В 11 месяцев ребенка мы кормим почти что всеми продуктами, которые есть у нас на какой-то детской кухне. У нас есть ряд ограничений, о которых мы говорили ранее, сейчас мы можем их еще раз повторить. Мы не даем детям до года мед, и не даем, и это не потому, что он вызывает какую-то страшную аллергию, а потому, что мы боимся, что это может вызвать у ребенка какие-то заплевания как бы туризм. Также мы не даем ребенку каких-то продуктов с добавочным содержанием соли, то есть обычно соли хватает в составе этих продуктов уже для ребенка, для его развития. А также мы не даем термически необработанное мясо птицу или рыбу. Все остальное в принципе можно, и даже кусочки, если ребенок уже к ним приучен. Талакар – хорошая игрушка для малыша этого возраста. В нее удобно играть сидя, крутить, нажимать, вертеть, и с ее помощью проще принимать вертикальное положение, а потом использовать как опору для ходьбы. В обязательных игрушках каких-то нет необходимости. Достаточно дать ребенку сейчас те предметы, которыми вы орудуете, которые ребенок видит в ваших руках, которые, конечно, безопасны для него. То есть часто дети смотрят, как родители готовят, поэтому вы можете поделиться с ним половником или поделиться какой-нибудь мешалкой или кастрюлей для того, чтобы ребенок с ними играл, чтобы они были в его доступности, так, чтобы он вытаскивал. Родители Ярика продолжают создавать ритуалы на сон, чтобы в будущем было проще отучить от грудного вскармливания. Если грудь для ребенка единственный способ успокоиться и уснуть, то с отлучением могут быть серьезные трудности. В этом возрасте у родителей самый разнообразный арсенал для ритуалов. Здесь может уже выступать как книга, хоть какого-то смысла большого ребенок не будет понимать сюжета, но при этом, если вы с ним будете его прочитывать, если это будет в тишине, если до этого вы уже подготовили ребенка к сну за два часа, выключив свет и сделав более тихую атмосферу, то этот ритуал сыграет огромную роль, потому что ребенок будет запоминать, что вместе с книгой после книги мы начинаем засыпать. Так будет лучше вырабатываться мелатонин. Также из ритуалов может быть какие-то водные процедуры, из ритуалов может быть колыбельная. Все это ребенок будет запоминать и ассоциировать со своим сном. Массаж колючим мячиком действует на разных малышей по-разному. Кого-то расслабляет, а кого-то наоборот бодрит. В любом случае это хороший способ провести время с ребенком и упускать такую возможность не стоит. Во время того, как ребенок испытывает какую-то тревогу или беспокойство или агрессию, вначале подумайте, из-за чего у него вызывает такого рода эмоции. Может быть, ему не нравится одежда и нужно это как-то исправить, расстегнуть какую-то лишнюю пуговицу. Может быть, ему что-то колет или не нравится, что ему жарко и тому подобное. Если вы обнаружили эту очевидную причину, исправьте ее. А если вы не обнаружили очевидную причину, то вы можете успокоить ребенка с помощью слов, в которых вы вкладываете эмоции, то есть ребенок не будет понимать какого-то значения, что вы пытаетесь до него донести, но он очень поймет эмоции. Поэтому, если вы говорите, милый мой, хороший, я все понимаю, как у тебя, что-то тебя беспокоит, и я твоя мама или я твой папа, и я готов тебе помочь, давай я тебя обниму. И именно эмоции будет считывать ребенок и поймет, что вокруг него никто ему не желает зла и что все вокруг хорошо, и это поможет ему успокоиться. Прогулка – идеальная среда для развития ребенка. На улице каждый день что-то новое и впечатляющее. А то, что удивляет, создает новые нейронные связи в мозге ребенка. Дорожки, по которым потом будут кататься умные мысли. Ура нашему Ярославу один годик. Согласитесь, время пролетело очень быстро. Еще недавно он был крошечным комочком и папа носил его на ручках. А теперь он набрал веса и роста, хорошо понимает просьбы, принеси, дай, покажи, шустро бегает и дергает за ниточку свой именинный шарик. Мы говорим об увенении падать, когда ребенок учится ходить. И он, когда учится ходить, может быть не очень аккуратным. В этом нет ничего такого страшного. И они делают это достаточно безопасно. Часто они падают на подгузник, который достаточно мягкий. И это некоторое создает для ребенка безопасность от каких-то ранений. В один год ребенок физически отделился от взрослых, может сам перемещаться, забираться на диван и слезать с него. А значит, теперь он больше видит и больше хочет. Появляется больше запретов от взрослых и реакция на них в основном крик. Сгладить кризис одного года будет легче, если просто убрать из видимости ребенка все, что ему нельзя и дать свободу в том, что ему можно. и счастливым буду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ты будешь танцевать или что? Некоторые дети раньше социализируются. То есть в психосоциальном домене у них они быстрее развиваются, некоторые медленнее, кто-то выше, кто-то ниже. И поэтому говорить о том, что физическое у здоровых детей может как-то влиять на психическое, маловероятно. Это часто является их особенностями. Поэтому здесь что-то сделать такого, чтобы ребенок как-то по-другому развивался психически невозможно. Они развиваются в своем режиме и у каждого ребенка свой возраст появления разных навыков. Дети в один год ранимы, легко утомляются, а их настроение часто меняется. Поэтому важно предлагать ребенку простые способы расслабиться и снять напряжение. Здорово помогают игры с водой и даже в воде. Насыпайте в ванну резиновые игрушки, дайте ребенку ложку с дырками и покажите, как можно резиновых уточек и бегемотиков ловить. При общении с близкими дети часто могут успокаиваться, потому что мы к ним обращаемся не с позиции слов, потому что они не очень ничего в это время понимают, а с позиции выражения или то, как мы это говорим эмоционально. То есть если мы говорим эмоционально «ты мой хороший, мой хорошенький, там, ты моя красавица», то они считывают эмоции и могут этим самым как-то успокоиться или перенять то настроение, которое вы имеете. Здесь очень важно именно вкладывать эмоции в то, что вы говорите. Ребенку в этом возрасте очень важно общение с близкими взрослыми. Сейчас формируется привязанность, на которой будут строиться ваши отношения. Ребенку важно, чтобы с ним говорили доброжелательно, ласково и без агрессии. С годом начинается более социальная жизнь. Мы любим устраивать день рождения, когда к нам приходит достаточно большое количество людей, родственников, друзей, других детей. Совершенно нормально и это можно использовать для того, чтобы ребенок начинал учиться как-то социализироваться. Появление новых людей в окружении ребенка, оно важно ему для того, чтобы он пробовал разные тактики общения и коммуникации. Поэтому желательно, конечно, чтобы у него появлялось даже на регулярной основе кто-то, с кем он может общаться по-другому, нежели с родителями. В возрасте один год малыш умеет складывать игрушки в коробку, строить башню из двух кубиков, разбирать пирамидку из колец. Рассматривает картинки и находит в них знакомые предметы. Это дед и баба, да, а колобок вот он. В год мы проходим врачей или ведем ребенка на дисциплининсеризацию, когда мы хотим сделать какой-то срез по развитию и выявить какие-либо особенности, которые требуют какого-либо коррекции мягкой. В это время смотрит ортопед, стоматолог, смотрит окулист, смотрит невролог и также смотрит педиатр, кардиолог после оценки электроэнцефалограммы ЭКГ и, возможно, в УЗИ сердца. Году ребенка можно научить вытирать лицо и руки, самостоятельно есть ложкой и вилкой пить из чашки. А вот с горшком пока еще не у всех получается. Врачи говорят, нет смысла форсировать события. Ребенок начинает управлять своими сфинктерами, то есть мочевыми и анальными сфинктерами для того, чтобы покакать или пописать. После 18 месяцев достаточно уверен. До 18 месяцев это происходит чисто случайно. Если кто-то кому-то пописал в горшок или покакал, то это такое неплохое совпадение, но в большинстве случаев все равно ребенок будет, скорее всего, промахиваться по времени. Здесь важно, чтобы горшок появился в жизни ребенка, но не навязчиво, так что он стоял бы рядом. И нужно будет ребенку указывать очень долго, потому что они привыкают ко всему новому достаточно долго, указывать, что это предмет, который можно вот это вот делать, пописать или покакать. Что ж, скажем Ярику спасибо за то, что целый год рос вместе с нами и помогал родителям других малышей меньше тревожиться и получать от родительства удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова